К чему приведет в итоге эта реформочка образовательная? Реформа приведет к тому, что находящиеся сегодня под угрозой наши дети и внуки через несколько лет окажутся неспособными к жизни не только в этой стране, но и в любой другой, будучи недостаточно образованными и недостаточно адаптированными, социализированными. Почему я и говорил о угрожающей недооценке воспитательной части педагогического процесса, невозможного практически в крупном комплексе. Но это как бройлерная птицефабрика, на каждого цыпленка там внимания немного совсем, только чтобы он не помер с голоду раньше времени. То же самое и здесь. Попытки же были, мы не первые. Если вспомнить историю, которую по всей вероятности не любят вспоминать, укропнение, слияние, процесс не новый. Вспомните 30-е годы. Укропнение крестьянских хозяйств. К чему это привело? Россия стала, извините, импортером зерна. Укропнение в промышленности. К чему это сегодня привело? Это аналогичный опыт у Китая, когда они в шестеро увеличили выпуск металла, который абсолютно ни на что не пригоден и ржавеет, сейчас превращается в горы ржавчин. Школа не свиноферма и не завод. Она не рассчитана по природе по своей, на массовость работы. Используется этот термин в применении к школе массовая школа. Но это означает всего-навсего, что это школа, работающая на большое количество людей. Но каждый ученик индивидуален и требует своего подхода. Я работаю в школе больше 30 лет и на собственной шкуре убедился в том, что это действительно так. Более того, каждый учитель индивидуален. Их нельзя выравнивать и, более того, нельзя ставить в конкурентное отношение. Одна из сторон происходящего, печальная, может быть, одна из наиболее печальных, состоит в том, что в школу внедряется, ну, собственно, Тейлоровский метод. Поток и конкуренция между работниками. Конкуренция между учителями – это абсолютное зло. Это лишает школу возможности воспитывать молодых учителей. Это отпугивает молодых учителей, которые все-таки единично, но приходят в школу. Мы лишаемся базы, мы лишаемся кадров. Школа лишается будущего. Не случайно. Собственно, само понятие «это школа» у нас фактически ушло. Сегодня нет школы. Есть государственное бюджетное образовательное учреждение. Есть государственное муниципальное, там, муниципальное бюджетное или автономное образовательное учреждение. Это уже не школа. Тем более уже становится неправильным употреблять термины «гимназия», «лицей», «школа повышенного уровня». Поскольку законом они не заведены до общего уровня. По закону учреждение может повесить любую вывеску, хоть академия. Это абсолютно ни на чем не сказывается. Они в абсолютно тех же правах, что и все остальные. О каком воспитании может идти речь? Ребеночек учится не в школе и не в лицее. Он учится в ГБОУ, например. Сразу и не выговоришь. В конце концов, это формирует его отношение к тому месту, где он находится. А что должны сделать родители для того, чтобы как-то отстоять право своих детей на достойное образование? Родители должны массово возмутиться. Поскольку в этой сфере нет посторонних. Любой человек, либо родитель, либо дедушка, либо бабушка, либо будущий родитель, он причастен. Будь он министр или дворник, разницы никакой нет. Это все равно его будущее и его дети. И вот если бы до родителей это наконец дошло, сегодня, к сожалению, крайне немногочисленный слой родителей пытается как-то противостоять. Я думаю, что удалось бы повлиять. Но это нужно не 100-200 человек, которые принимают в этом участие, а пара сотен тысяч. Учитывая, что родителей у нас десятки миллионов, мне это представляется правильным ходом. Осталось только убедить родителей в том, что это их дело, непосредственно их, касающиеся их ребенка Пети, Васи, Маши впрямую. А как-то повлияет эта реформочка на кошельки родительские? Самым прямым образом. Уже с этого года государство практически сняло с себя обязательства по дополнительному образованию. Ребеночку положено 6 часов, 4 или 6, сейчас не помню, кружковых занятий за счет бюджета. И то, если он путем сложной и длительной процедуры своевременно в этот кружок записался. Мой внук учится в музыкальной школе. Это значит, что занятия чем-либо другим для него уже недоступны, потому что эти свои 6 часов он просто выберет в музыкальной школе. В музыкальной школе, скажем, заниматься спортом он уже не сможет при этом. Ну, вернее, сможет, но за дополнительную плату. Забота эта переложена на регионы, регион, соответственно, перекладывает на муниципалитеты и так далее. Громко декларируется, что все деньги отданы в школу, что начальство следит только за тем, чтобы эти деньги в школу поступили, а дальше школа сама решит, что делать. Сегодня школа – это директор. Директор, у которого проваливается крыша и течет сантехника, решит, что школе необходимо ремонтировать крышу и менять сантехнику. Он не будет принимать решение, что школе категорически необходим хороший еще один психолог. Или, например, что в школе есть специалист по игре на флейте, который согласен учить детей этому делу, но платить ему будет нечем, потому что деньги уйдут на сантехнику, и директор будет прав, потому что, в сущности, сейчас он не педагог, он управленец. То есть родители будут драть деньги? Да, часть расходов на образование, которое декларируется государством, Конституцией, в конце концов, просто перекладывается на родителей. Ну ведь я сам родитель, я знаю, что и раньше были такие сборы, знаете, там на родительских собраниях, тоже говорили, что вот, надо, деньги туда, 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 а родители вам скажут, так ничего и не изменится, то же самое, что и раньше. Так чем же плоха реформа? Реформа плоха тем, что раньше это было подпольно, фактически. Более того, начальство неоднократно нам объявляло, что это безобразие, что при любом таком случае надо немедленно обращаться в департамент, и это будет прекращено. При этом охрана школы за счет родителей, это было первое, что официально было установлено за счет родителей. Следующая стадия, там, условно, оборудование. Устарело оборудование или его нет, значит, его надо покупать. Родители получили право его покупать, опять-таки, через оформление счета, через централизованную бухгалтерию, чтобы государство из этих денег часть забрало себе, пожертвованных родителями. Сегодня это узаконено. Плата родителей за образование, за часть, по крайней мере, образования узаконена. Опять-таки, очень характерно высказывание Калины на этот счет, в том же документе, который я цитировал. Калина это кто? Исааков Ильич Калина, глава департамента образования города Москвы, в далеком прошлом учитель математики даже, чем он все время козыряет, но это, правда, было лет 30 тому назад. Он сказал так, что сегодня школа, это примерно то же самое, что, ну, скажем, авиакомпания. Школа должна говорить родителям спасибо за то, что вы воспользовались услугами нашей компании. Ну, как только я это прочел, мне просто стало страшно. До сих пор мы жили по принципу «спасибо, что конца урокам нет». Помните эту песню? Значит, сегодня большое спасибо за то, что вы привели своего ребенка именно к нам. Позиция идеологически вредная с точки зрения педагогики. Реформа образования, которая сейчас проводится в Москве, так же, как и реформа здравоохранения, в общем-то, ее основная цель – это скрытая приватизация и коммерциализация бюджетной сферы. А по тому, как чиновники управляют государственной собственностью, уже сейчас мы видим, что нас просто ожидает очередная катастрофа. Потому что они не умеют управлять государственной собственностью, коммерческими методами, и также хотят управлять еще образованием здравоохранения. То есть это угроза каждому ребенку, по сути, что он будет получать некачественное, а главное – платное образование. И что человек не сможет в нужный момент получить квалифицированную, своевременную помощь врача-специалиста. Вот почему нужно сейчас активно против этого протестовать. Всем родителям, бабушкам, дедушкам, тем, кто только что закончил учиться, и тем, у кого нет еще детей, ну, в скорости они и планируются. Это ударит по кошельку, по семейному бюджету? Ну, разумеется, идеология 83-го закона, на основе которого правительство Москвы в такой извращенной форме проводит слияние школ, это как раз именно попытка переложить расходы на образование еще раз повторно, то есть двойным счетом на плечи родителей. И так мы платим налоги, подоходный, НДС и прочее, прочее, прочее. Да, мы платим эти налоги, которые идут на образование. Так еще теперь мы должны платить уже непосредственно в казну вот этих вот бюджетных учреждений, как теперь называются наши школы и поликлиники. Что вы предлагаете делать родителям? Предлагаю объединяться, активнее участвовать в митингах, которые проводятся по образовательной тематике, в том числе вливаться в ряды научно-образовательной колонны на общеоппозиционных акциях протеста, биться против слияния школ, учителям советую записываться в профсоюз учитель, действовать через него. И в общем-то это должна быть повестка, общегородская повестка, повестка выборов Мосгурдуму. Не то, что там Собянин 9 выделенных полос делал по всей Москве, а то, что он пытается сейчас разрушить сферу образования и сферу здравоохранения. Мы должны сделать это повесткой дня и добиться отмены всех этих решений.